Соборное кольцо Соборное кольцо предусматривает посещение четырех музеев с экскурсией в каждом. Соборное кольцо предусматривает посещение четырех музеев. 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 Посмотрели общий вид храма, икона Самсония странно-принца, во имя которого этот храм был осуществлен, да, икона? Вот она, эта икона. Вот она, как икона, икона, икона. Вот она, как икона, 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 икона. Икона, икона, икона. Икона, икона. Икона, икона, икона. Третий ряд доисусный. Доисус – это моление. В центре доисусного ряда всегда Иисус Христос нашли. К нему полуобращены лики святых, которые просят, молят, вернее, его о прощении грехов человечества. И, наконец, следующий верхний ряд – пророческий. Там изображены старцы, пророки, по заветам, скрижалям которого должно жить человечество. Иконостас Лужный по такому же принципу сделан. Все иконы здесь писаны московскими мастерами оружейной форматой. Они же сделали вот эти лицевые связки, церковные календарь. Сюда идемте, Украину. Они оккупировали и это село Капуновка. А когда они подходили к Капуновке, священник взял эту икону и ушел в Календарь. Шведы сожгли село и хотели сжечь храм, а он не был. И тогда они пожаловали своему королю Карлу XII, который был там, в Капуновке, в Данной священнике. А тот спросил у Мазепы, изменившему Петру I, в чем может быть дело. Мазепа сказал, я не знаю, но может быть это потому, что здесь была чудотворная икона. И вот после этого Якопу Карл XII изрек следующее. Если храм, в котором нет иконы, не горит, что же будет с нами там, где этот образ можно преследовать? А Петр Петру I действительно повелел священник взять икону и из Харькова прибыть под Полтаву на поле военной весны. И он сказал, что все русские войнства молились перед этим образом. После Полтавской победы икона возвратилась в Капуновку, и Петр I прислал богатую рию украшения, осыпанную драгоценными камнями. И когда в 1909-м тут проходили реставрационные работы, архитектор Ролянский предложил сделать список вот с той украинской Капуновской иконы, так и появилась здесь вот эта Капуновская икона Божьей Матери, которую мы видим. И, конечно, вы давно любуетесь пятиярустно, или, как мы все говорили, высоким иконостасом. Поистине, это жручужина храма, один из немногих у нас в городе и в стране, сохранившийся в высоте иконостасе. Сюда делали на метр в ширину и свыше 1170, а затем пышность такая, жизнерадостность, можно сказать, светкость. Вот вы бывали, наверное, в разных странах и, конечно, обязательно заходили в храмы. Храмы могут быть величественные, монументальные, но для нас они холодные. А вот русская церковная архитектура носит светский характер. И вот русские церкви, они говорят, намоленные, они теплые. Это, я думаю, ощущаете и здесь, в Самсоневском храме. И перед вами действительно светское произведение искусства, прекрасный памятник пышного порока, автором которого вполне мог быть в Рафлане и Растреи. Сделан кеностас из сосны, покрашенный в зелёры цвет уральского минерала змеевика. Это основа. А всё остальное – это липа, с которой, как вы, наверное, знаете, предпочитают ими дело резчики по дереву. Она лучше всего поддаётся обработке. Нижний первый ряд иконостаса местный. И вот вторая от окна иконокна – Самсонь из странных львов. Самсонь ирдился в Риме, получил прекрасное образование, улёгся медициной и лечил людей. Лечил он только бедняков, бесплатно раздавая свои деньги. А когда умерли его очень богатые родители, он все деньги отдал на благотворительность и ещё построил, мы говорили, странно приемный дом, отчего и стал Самсонь из странных львов. Второй ряд – это праздничный. Третий – доисусный, потом пророческий. И, наконец, верхний ряд – крестные страдания. Его иконы рассказывают о страшных днях из жизни Христа, распятого на кресте. Об этом же говорит и деревянная золочёная скульптура иконостаса. И если вы внимательно посмотрите на фигурки ангелов и хирургов, то в руках подкрубились и лестницу, гвозди, молоток. Ну вот всё, что связано с этим страшным дням. Скульптура должна находиться на верхней зарубе, потому что иконы относятся к этому. Но там бы мы её скульптуру плохо видели, её перенесли ниже. Вот вам, пожалуйста, светский приём – церковная архитектура. На фоне этого иконостаса и проходили службы в соборе до 938-го, когда храм закрыли в войну, он пострадал, потом его привели в порядок. Привёл в порядок Исаакиевский собор и в 80-е годы здесь сделали музей и православный действующий храм. При музеях всегда работают закупочные комиссии, куда люди несут какие-то старинные, сохранившиеся у них вещи. И вот так появился тут бесценный экспонат «Малая Евангелия». Проходили тут благословения. В 2009 году мы отмечали 300-летие Полтавской битвы. Исаакиевский собор провёл тут колоссальные работы. Ну вы, наверное, бывали в годы советской власти в храм, вы знаете, как всё это выглядит. Иконы с лохмотьями свисали. Ну, в общем, ужасно всё равно, да? То есть, короче, всё, что мы видим здесь, сделано вот руками наших реставраторов. И сейчас в наши дни Самсоневский собор – это, как мы уже сказали, действующий православный храм и музей, в котором мы провели экскурсию. Теперь минут 10 вы сами смотрите то, что вас заинтересовало, и приходите ко мне в автобус. Сами дорогу перейдёте, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.